здравствуйте дорогие мои друзья как и обещал сегодня мы поковыряемся в россии я вам не буду рассказывать историю дистрибутива тем более наверно это 10 ролик про данную операционную систему все что можно уже рассказано просто обычно я снимал про росу в виртуальной машине последний ролик без виртуальной машины я заснял в году наверно 2014 ну что ж начнем знакомиться вот рабочий стол не обращайте внимание на этот файл это тот файл на который сейчас в принципе ведется сейчас запись снизу нас панель она называется rocket bar здесь у нас выключить заблокировать здесь у нас корзина здесь у нас управление пламизоидами здесь у нас часы и календарь здесь у нас настройка сети здесь у нас настройка звука микшер переключатель русский и английский то есть раскладки здесь у нас буфер обмена эта программа записи и на самое интересное начинается здесь настройки сразу же выведены на панель что пользователь долго не искал нажимаете сюда и опа вы уже в настройках системы с поиском совсем как нужно здесь у нас находится стек на мой взгляд на на одна из самых интересных штуковин к нему мы еще вернемся здесь у нас поле запуска программ ну и это типа как в панель задач windows запускаете программу она сразу же здесь у нас и подсвечивается и мы можем увидеть начиная свист и вот такая же штука есть windows миниатюры примеру свернули видео да и какой-то момент вам не на не нравится занимаетесь как и своими какими-то другими делами наводите на миниатюры вы можете увидеть начался нужный момент или нет ну что я вам буду рассказ вы знаете что такое то есть в принципе панель гибридная с одной стороны здесь панель задач как windows другой задач здесь у нас стеки как mac os 10 интерфейс панели очень похож на интерфейс 3d панели который появилась начиная с mac os 10 и 5 леопард ну наверное это сделано для того чтобы всем было привычно здесь у нас а-ля меню пуск но это не меню пуск недавнее приложение колонка точка входа это домашняя папка недавние документы с последние файлы которые вы использовали здесь у нас приложение так кстати вернусь самое начало из минусов в поиске нет возможности ввести что-то с буфера обмен допустим вы название забыли где-то в интернете увидели хотите вставить вставить не сможете придется вводить это все дело вручную так приложение здесь у нас тоже такие своеобразные стейки группировочные вот допустим офис нажимаете он раскрывается неактивные значки это значки установщики то есть если допустим смотрите skype горит наш skype уже установлен если у вас вайбер не горит значит при нажатии начнется инсталляция вайбер skype лучше не устанавливать это такой такой просто ужас скорее всего это даже не запуск skype а это запуск браузера он кстати у меня так и не залогнился я не понимаю в чем дело надо его нахрен вообще удалить стек с утилитами что такое утилиты не буду вам рассказывать тут есть фирменные утилиты например типа роса фриз кстати а где здесь установка программа расаемый в райтер не вижу что-то ладно потом найдем ну и все программы вообще которые есть системе time frame что такое time frame это шкала времени по сути начинаться он будет всегда с 2012 года сначала появление вот этого файла под названием добро пожаловать pdf что это за файл это такой файл который позволяет вам ознакомиться системой по скорику то есть прочитать про все фишки системы про все возможности тут в принципе вот такое приветствие который вам все это дело расскажет ну и тут все что я делал системы вчерашнее видео у меня 17 сентября 2018 вот а за август почему потому что вот эти снимки были сняты в августе 1 августа 2018 года что такое социальные сети рассказывать вам не буду тут есть возможность выводить ленту социальных сетей но она к сожалению походу уже не работает потому что многие фишки в данном дистрибутиве несмотря на то что он якобы развивается они уже не обновлялись очень давно поэтому постепенно они все перестают работать так теперь разберемся со стеком чтобы показать вам на что эта штука способна мы заходим на вот этот мой нтс нтфс овский диск копируем любое видео загрузки заходим кидаем сюда далее давайте снова мы сюда вернемся и любую фотографию таравки блин ну чего-нибудь чего-нибудь ну давайте вот скопируем украинскую хату вставляем файл это еще со времен украины открываем стек чем это круто здесь сразу выводится папка загрузки то есть если вы что-то там загрузили вам не надо лезть файловый менеджер сразу открывайте стек допустим хотите фотку поставить жмете пробел и она у вас сразу открывается это очень круто при том что фишка появилась в далеком 2011 2012 году так блин неправильно сделал наводим сюда и тоже нажимаем пробел и вот вы можете видеть каких крутых лещей ловит белоруссии в деревне паречье ну там видите щуки даже есть рыбаки уже фапают суть поняли круто согласитесь что это очень круто и не в каждом дистрибутиве на linux эти фишки есть в лучшие годы разработчики росы так постарались что разработчики kde некоторые фишки даже включили в свой проект сожалению наверное с этого 12 года больше нихрена не меняется если вы посмотрите на дистрибутив с kde 5 там такого функционала нет там нет ни вот этого не rocket bar там нет такого стека там нет вот этого крутого меню придом обратите внимание среди этого ничего не тормозит все вылизано все классно подогнано все просто-напросто замечательно есть жалобы у пользователей сейчас скажу на что видите вот здесь такая промежность или полоска и многие начинают жаловаться когда вы уже уберете вот эту полос в дело в том что это не просто панель а как будто 3d лежащий до поэтому специально вот эту полоску сделали а многие думают что этой это пока не фича нет чуваки это фича ну вы сами должны понимать что панель на самом деле имеет не вот такую вот ширину а вот такую до самого края просто вы ее не видите понимаете что здесь панель спроса здесь прозрачный если мы переместим панель вверх многих будет интересно что же будет она превратится в обычную панель к д е 4 и вы увидите насколько на самом деле у нее толщина то есть понятно что я прав но всегда есть возможность сделать ее немножко меньше может ее такой вот можете вот такой вот сделать то есть на вкус и цвет товарищей нет еще немножко о минусах что меня раздражало особенно в старых версиях хреново перетаскивались вообще сюда значки сейчас вроде бы полегче на самую середину наводите курсор зажимаете и переносите вот сюда опа видите оп и появилась по другому как-то как windows допустим закрепить открепить здесь такого нет и тем более отправить ярлык на рабочий стол хотя возможность такая есть хотя как вы это сделаете но здесь нет никакого меня никакого зато чище будет рабочий стол хотя вроде бы по идее можно сделать вот так да нет ни хрена открепите на рабочий стол засунуть нет нельзя на самом деле меньше будет мусора на рабочем столе ярлыки программ здесь файлы с которыми работать могут занимать рабочий стол дальше настройка рабочего стола как и в обычном кд есть огромное количество виджетов которые вы можете поместить на рабочий стол корзины меню запуска приложений кстати вроде бы есть обычное кд ешное меню и вместо вот этого меню вы сюда можете его припердолить здесь различные виджеты погоды поиска вот погодный нажимайте настроить ищем пинск нажимаем поиск нашел нашему сожалению почему-то вроде бы он его нашел но ни хрена не выводит нет нормально нормально ведь работает работает всегда можно его расширить о сделаем вот так ну и для того чтобы это все дело по рабочему столу и не валялась где попало нажимаем заблокировать виджеты дальше не скучные обои как же без них на выбор у нас есть три но есть возможность сделать вот так стоп выбираем слайд-шоу добавляем папку изображение обои тема лето сюда окей ну и выводим чтобы хотя бы раз в двадцать секунд картинки менялись нажимаем применить и все это у меня так как и на винде видеть прилично прилично дальше как здесь устанавливать программы это самое главное вы можете скачивать рпм пакеты от сьюз от фиторы от альта но знаете что могут быть бяки буки ошибки поэтому есть установка удаления программ программа под названием рпм дрейк стали старейший инсталлятор который с 2009 года нихрена вообще не менялся может какие-то коррективы они может и вносили в его работу а может вообще ничего не вносили у них была идея создать новый пакетный менеджер в году 13 или 14 на этом все дело это заглохло говорят что где-то он там в репозитариях еще валяется ну вот у нас есть категории вот допустим нажимаете видео раскрываете его во весь экран и ищите нужную вам программу что что мы сейчас установим ptv sm player sm tube давайте установим sm tube тем более хорошая программа нажимаем применить нажимаем да сразу из показа зависимости и у нас все это дело устанавливается обратите внимание на тему окон это сделано специально для того чтобы человек который с винды перешел не заморачивался с кнопками что одни одна кнопка здесь одна там другая здесь там понимаете слишком вырвоглазный вырвиглазный может так сказать интерфейс разработчики делать не хотели и они сделали правильно я вам объясню почему запускаю браузер похер какой chrome фарфокс просто первый который увидел запускаю не надо сейчас говорить что хромом пользуешься значит и против фарфокса смотрите дистрибутив ubuntu несмотря на свою мировую популярность vk имеет всего лишь 40 примерно тысяч подписчиков 44 тысячи очень медленно народ сюда приходит дела у дистрибутива дерьмо fedora еще меньше там смотрите russian fedora 1618 человек debian просто легендарные дистрибутивы всего лишь 12 тысяч за время существования группы с мин там тоже дела хрена вообще с линуксом в социальных сетях дела совсем плохие популярность очень низко согласитесь ищем роса 7389 человек при этом видно что люди действительно занимаются своим сообществом тут все разжёвано все сделано так чтобы пользователю было легко разобраться и такое количество народа говорит о том что дистрибутив на самом деле интересны хотя если смотреть в масштабы пабликов про котиков или про мемасы блин это вообще капля в море согласитесь теперь что касаемо игр вы видите что у меня установлен steam запускаем его вот так выглядит линуксовый steam ноги наверное слышали новость о том что большая часть windows игр из стима можно будет запускать под линукс для этого нужно сделать вот так steam настройки steam play и выбрать протон 376 это специальная примочка которую разработали разработчики стима для того чтобы линуксовым геймером было во что играть но если вы не покупаете игры как я играть здесь по-прежнему не во что в основном всякие инди игры и другие не очень интересные проекты ну конечно есть war thunder или врат андор или тундра как многие говорят вот игры которые у меня были установлены до этого я устанавливал доту 2 но она мне не интересно игра про пиратов какая-то не очень интересная танк форс редкостное дерьмо потом еще одна игрушка нужно плавать ну типа тоже про пиратов я еще и не запускал и самое главное во что я играю это тундра но беда заключается в том что fps настолько низкие не знаю почему то у меня так вот на линуксовых всяких формах группах вечно выкидывают скриншоты сравнения и там вечно смотрите у меня 101 fps в линуксе и всего лишь 95 под виндой но это наверное бывает только на картинках а может у кого-то и в реальной жизни у меня же всего лишь 28 fps на самых минимальных последней версии в тундры винде у меня это fps на минимальных равно 100 120 в среднем 90 я не знаю почему у меня так поэтому я конечно поиграл так понимаете когда средний fps 28 самое многое я сегодня видел где-то около 38 или 40 как бы игра не особо комфортно поэтому гарантировать вам что огромное количество игр будет работать у вас именно быстро я не могу я не знаю кто бы вам мог это гарантировать я забыл вам сказать о самом главном плюсе дистрибутива роса смотрите в то время как многие дистрибутивы уже выпилили стабильные кеды и роса до сих пор поддерживают дистрибутивы четвертыми кедами на данный момент здесь версия 4 14 и 37 то есть если вам не нравятся пятые кеды если вы ностальгируете по четвертым кд заходите на сайт росы только внимательно смотрите есть роса linux r10 plasma это кд и 5 и есть роса r10 кд 4 скачивайте именно вот эту версию здесь все плавненько здесь ничего не тормозит все вылизано потребление ресурсов на уровне и если все-таки есть какие-то проблемы скорее всего эти проблемы решаемо так как за все годы эксплуатации данного рабочего стола уже все что можно уже разобрали переживали и об этом уже даже забыть успели что касаемо терминала команды здесь все такие же самые как мандрива linux поэтому если вы пользовались мандрива linux у вас большой запас опыта именно с мандривой пожалуйста вам как раз подойдет данный дистрибутив какой здесь расход ресурсов думаю что я буду показывать потом вспомнил все что у меня это реальная машина ну 22 процента потребляет программа которая сейчас ведет запись вот такой вот у нас расход ресурсов 29 процентов сейчас он может упасть до 1 процента до 3 потом снова подняться расход расход оперативной памяти из 8 гигов примерно 2 гигабайта пожирается для 64 битной системы честно это немного при том что здесь у нас и steam включен и пакетный менеджер включен и то есть куча всего это все-таки фигня ну и напоследок где можно пользоваться данной системы это домашняя система в первую очередь это не сервер это там не полигон для красноглазе это самая настоящая домашняя операционная система где 90 процентов всего делается через графику здесь не обязательно пользоваться терминалом есть через графику установка драйверов настройка интерфейса установка ядра все здесь полностью через интерфейс ничего здесь через терминал по сути делать не надо ну что ж мельком рассказал все-таки это пару слов надеюсь 20 минут ролик влезет а то это уже будет обзора не пару слов про на этом все всем пока спасибо за внимание